А теперь о реализации спортивного проекта «Дворовый тренер», который уже завоевал заслуженную популярность у жителей областного центра. Сотни тверичан приняли участие в тренировках на открытом воздухе. Неудивительно, что теперь их решили проводить и в зимний период. Проект «Единая Россия. Дворовый тренер» — это не просто возможность позаниматься спортом. Вся суть в том, что это можно сделать под руководством профессиональных наставников. До сей поры тренировки проводились только по летним видам. Однако востребованность данной инициативы показала, что горожане готовы заниматься и зимой. Мы решили пойти чуть дальше и сделать это в зимнее время года. Мы взяли опять этот вид спорта, у нас хоккей. Мы договорились с тренерами ГБУ ШОР, школа Олимпийского резерва по хоккею, чтобы тренер приходил и проводил бесплатные тренировки. Первое зимнее занятие состоялось в Бабачевской роще. Местом для этой тренировки стал каток возле вагона строительного завода. На льду ученики средней школы номер 40, которая располагается неподалеку. Среди них были как те, кто только учится стоять на коньках, так и те, кто вполне уверенно выписывает пируэты. Хотя и таким всегда есть чему учиться, отмечает тренер. Поверьте мне, что даже профессионалы не могут сказать, что они хорошо катаются. Нет предела совершенству, поэтому сегодня мы именно будем совершенствовать катание. Особо стоит отметить, что организаторы проекта договариваются с собственниками катков, дабы инвентарь представлялся занимающимся бесплатно. Таким образом обеспечивается максимальная доступность дворового тренера. Это суперважно, потому что катки есть практически в каждом районе. Ребята далеко не нужно ехать. Они вышли с коньками, покатались, поучились, потренировались. Это прекрасный проект. И только так начинаются самые большие звезды. То есть, когда у нас была история, что дворец спорта растопили, мы все тренировались на химике и занимались на открытом небе. Это было прекрасное время. Это были самые лучшие тренировки. Самые лучшие воспоминания. Такие занятия планируются сделать регулярными. А территория охвата – все микрорайоны областного центра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова